Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сезон 3 еще не стартовал, а я уже записываю для вас абсолютно честный обзор на одну из машин данного события, а именно на Swindler, которая является второй машиной в цепочке событий, которые можно себе забрать, зарабатывая, либо покупая себе соответствующую игровую валюту. Что собой машина представляет? Точно так же, как я уже подготовил видео на вот этого вот товарища, оно уже ждет вас к просмотру, то в этом видео мы точно так же, как и с Фюнриком, покатаем машину в двух ее состояниях. Первое состояние это абсолютно базовое состояние машины, то есть если вы смогли все-таки дойти до восьмерки, открыли ее, ну у вас не хватило сил, либо денег на то, чтобы прокачать машину по полной, ну и соответственно вывести ее в максимально топовое состояние, ну и будете иметь машину исключительно в базовом состоянии. Для тех ребят, которые хотят получить данную машину для того, чтобы ее продать, знайте, что стоимость продажи машины составляет 1000 золота. Стоит ее продавать или не стоит, ну не знаю, я бы допустим не продавал, но это мое скромное мнение, вы свое пишите в комментариях. Все-таки данная машина является редкой машиной в игре, навряд ли ее будут постоянно продавать, ну и соответственно 20 дней просмотра рекламы, это не так уж и много для того, чтобы данного красавца оставить у себя в коллекции. Но возможно просто в коллекции, а не для того, чтобы покатать. Чем машина может порадовать? Если вы думаете, что это такая себе полная копия французской машины, то вы очень сильно ошибаетесь. Дело в том, что здесь у нас барабан на три снаряда с системой дозарядки и имеет у себя вот этот вот так называемый резервный снаряд, который приводит к тому, что, точнее не так, использование данного снаряда приводит к тому, что вы уходите на очень долгую дозарядку, которая составляет 22 секунды в базовом состоянии орудия. Это действительно очень много для вот такого вот практически картонного малыша. А вот если будете отыгрывать одним снарядом и плеваться им через каждые 5 с копейками секунд, то в целом уже довольно неплохо. В целом, как я уже сказал, три снаряда в магазине, 173 миллиметра пробития, далеко не фонтан для восьмого уровня, согласитесь. Ну и что касается среднего урона, то 200 единиц. За три снаряда 600 единиц, вроде бы типа как-то, но все равно далеко немного, да и плюс к тому вы потом уходите, как я уже сказал, на 22 секунды на перезарядку. Время сведения очень долгое, 3,6 секунды, это действительно очень много, но что касается разброса на 100 метров, то 0,358, что тоже для легкого танка не является там пределом мечтания, а точнее является каким-то страшным сном любителя легких танков. Урон в минуту при этом составляет 1600 единиц, ну как-то совсем маловато, но это если будете играть вот прям вот так вот как-то, некрасиво, неприятно. Короче говоря, вот такое вот базовое орудие и кататься будем на базовом двигателе, базовых гуслях и используя базовую башню. Потом поставим все топовое и попытаемся машину заценить уже в более приятном ее состоянии. Угол встанения орудия вниз минус 6, мне лично не понравился, для легкого танка действительно очень мало, было бы минус 8, было бы поприятнее. Так на неровностях, ну прям совсем не интересно, ну а от башни на малыше отыгрывать, ну вообще не идея, потому что пробивают все куда не лень. Ну что, поехали, попробуем затестить базовое состояние данной машины. Ну что, ребят, погнали. И стоит отметить, что даже в базовом состоянии машина вполне себе подвижна. Да, она не летит прям вперед так, как ты от нее ожидаешь, но она это делает чуть позже, когда прокачаешь машину на полную. А так, даже в базовом состоянии маневренности и подвижности машины более чем достаточно. Я лично в этом отношении к машине не имел никаких претензий. Какие претензии имел? Имел претензию по времени сведения, но, как видите, оно безбожно долгое, и так, чтобы выцелить кого-то на дальних расстояниях, это надо постараться. Или надо, чтобы соперник прямо-прямо стоял на месте или спал вообще, желательно, в бою. Что касается точности по орудию, что касается разброса. Неприятная абсолютно как цифра, так и ощущение от этого в бою. Ну вот, смотрите, что касается... Сейчас тут подожду, да, там, вот вам угол склонения, который не позволяет нормально отыгрывать. Вот время сведения и вот вам круг разброса. То есть круг разброса такой, что у вас, в принципе, тяжелый танк в прицеле не помещается нормально. То есть ваш прицел, точнее, не так, он существенно, да, там, вот, меньше. Короче, суть сводится к тому, что ваш, короче, радиус вот этого круга разброса, он очень большой. Все. На этом, в принципе, заканчиваем. Запутался в терминах. И не потому, что я глупенький, а потому, что это действительно очень сложно все объяснить на словах. Да. Короче говоря, суть сводится к тому, что рассчитывать на то, что на дальних расстояниях вы будете точно в кого-то откидывать, не приходится, к сожалению. Что касается какой-то вот такой вот машинальной памяти, развивайте ее заблаговременно, потому что вам необходимо помнить о том, что ни в коем случае нельзя третий раз нажимать на клавишу выстрела или кликать по экрану. Потому что таким образом вы хороните себя в бою и, соответственно, отправляетесь в ангар отдыхать, потому что отвечать вам просто нечем. А вот если вы вот этот последний снаряд будете постоянно экономить и будете использовать его исключительно в тот момент, когда это действительно стоит сделать, а именно для того, чтобы кого-то добрать, ну или помочь кого-то добрать с вероятностью в 100%, то тогда будет вам, как говорится, счастье. Так. Я потихоньку отчаливаю отдыхать. Я думаю, что можно в данном случае откинуть третий снаряд. Вот эта ситуация действительно того стоила, для того, чтобы с кого-то забрать вместе с собой. Итого на нашем счету два фрага. Да, пускай проигрышный бой, но в целом очень даже неплохо. И определенного рода позитивные впечатления от машины, безусловно, есть. Я не знаю, кто там что скажет из ютюберов про данные машины в целом в своих видео, потому что, как я уже сказал, я снимаю свое видео и высказываю свое мнение до того, как они скажут свое в своих видео, которые тоже опубликуют. Но от себя могу отметить следующее. Даже в базовом состоянии мне данная машина понравилась. И это при том, ребят, что я не любитель легких танков в целом. Я любитель тяжей, я люблю по ПТшить. На редкий случай люблю поиграть на СТшках чисто под настроение. Ну а что же касается легких танков, то они мне не сильно заходят. Я не сильно умелый игрок, меня очень часто разбирают в боях. Но данная машина действительно произвела на меня впечатление. И скажу вам откровенно, данная машина произвела на меня впечатление даже больше, нежели девятка, которую разработчики положили. Хотя в топовом состоянии девятка показывает себя тоже довольно-таки неплохо. Скорее всего это связано с тем, что играя на этой восьмерке, вы попадаете к восьмеркам и за редким исключением когда-либо, может быть, попадете к девятке. А вот играя на девятке, вы довольно часто будете к десяткам попадать. Ну и соответственно, ребят, получается такая история, что на своем уровне данная машина даже в базовом состоянии показывает себя гораздо интереснее. И вот эта вот система дозарядки, которая полюбилась всем еще с Progette 46, с Progette 65 и еще с многого количества машин, которые имеют такую систему дозарядки в барабане. Эта машина тоже однозначно понравится. Ставим все полностью топовое, добавим сейчас голды от балды, ну и соответственно отправляемся в бой для того, чтобы машину потестировать уже в топовом ее состоянии. Ну что, поехали, посмотрим на что малыш способен. Что, друзья, давайте попытаемся затестить. Как вы видите, машина стала еще более маневренной. Направо-налево поворачивает просто как сумасшедшая. Вполне спокойно можешь развернуться, дать на тапок, поехать вперед. Максимальная скорость тоже вполне себе приятная. Можете перекатиться с одного конца карты на другой. Можете абсолютно спокойно развернуться, уехать куда-нибудь. Короче говоря, в отношении подвижности и маневренности машина становится куда лучше, чем базовое состояние. Хотя и в базовом состоянии меня она вполне себе даже устраивала. По крайней мере, по данным показателям. Что касается орудия. Ну, во-первых, начнем с того, что у вас быстрее дозаряжаются снаряды и причем ощутимо быстрее дозаряжаются. Что касается точности и времени сведения. Сейчас немножечко подъедем поближе к этому товарищу. Время сведения, ну, я бы не сказал, что ощутимо улучшается, но номинально становится лучше. Так, не понял я, как у него сквозь задницу снаряды пролетают, что ли? Добирайте, товарищи. Я пока дозаряжаюсь. И вот сейчас, ребят, я откинул последний снаряд и ушел на долгую дозарядку. Но с учетом игровой ситуации, с учетом того, что вторым снарядом я не смог даже краску поцарапать на сопернике, я считаю, что я сделал правильный выбор. Ну и, соответственно, прожал клавишу для того, чтобы откинуть третий снаряд. Так, ну, вроде бы дозарядились, имеем в запасе несколько снарядов. Я думаю, что в данном случае можно использовать и весь барабан. Но, как вы видите, получилось добрать исключительно случайно тараном. Да и, слава богу, теперь у меня опять два снаряда в магазине. Я не побоюсь их применить. Что касается пробития, становится поинтереснее. Что касается точности, точность на уровне вопросов нет. И здесь опять отбрасываем третий снаряд для того, чтобы сделать второй фраг и злостную ПТ-ху отправить немножко отдохнуть. При этом все, моей подвижности достаточно для того, чтобы откатиться куда-то на время перезарядки. И фиг, кто меня догонит. По крайней мере, тяжито меня точно не смогут поймать, если я буду от них убегать вокруг какого-нибудь препятствия, точнее укрытия. Так. Ну, давай поперестреливаемся. Я сейчас дозаряжусь. Стой на месте. Если можно, улыбайся, так как я сейчас буду делать тебе неприятно. Все, ребят, добирайте его. Хватит ему кататься. И вот такая вот победа с двумя фрагами, огромным количеством адреналина и в то же время огромным количеством удовольствия от проведенного времени в бою. В топовом состоянии машина становится практически великолепной. Я не знаю, кто там что скажет по поводу данного танка. Может быть, найдутся те супер-пупер кибер-котлеты, которые умеют обгадить что-то хорошее и в то же время умеют что-то плохое превознести. Но для меня лично в топовом состоянии машина показалась просто суперской. Я действительно очень хотел бы себе данную машину прокачать. Не знаю, хватит ли у меня на это сил. Что касается денег, то навряд ли я смогу вкладывать существенные купюры в данное игровое событие для того, чтобы забрать все машины себе. Если не получится, значит не получится. Значит просто сопельки подотрем и будем ждать следующего игрового события со следующими машинами. Но то, что я бы хотел себе заиметь в топовом состоянии восьмерку, это уж точно. Потому что несмотря на то, что, как я уже сказал, я не любитель легких танков, данная машина действительно умеет доставлять удовольствие. На удивление. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вам, друзья мои, искренне желаю вкладывать деньги в то, что вас порадует, только тогда, когда это действительно того стоит. Ну а для этого вам стоит подписаться на мой канал. Потому что здесь вы найдете всегда честное мнение и честные обзоры на все, что в игре происходит. Побежал снимать. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»